В старинных манускриптах датируется, что еще в Древней Греции послушницы императора использовали мочевые пузыри и коз для того, чтобы не заболевать инфекциями, которые передаются половым путем. Далее широкое распространение данной методы получили в Риме. В 16 веке, когда во Франции была эпидемия французского аккариеса, по-русски он называется сифилисом, начали широко применяться методы контрацепции для предотвращения данного страшного заболевания. Раньше от сифилиса умирали в течение 2-3 недель, и поэтому профессор анатом французский фаллопий предложил использовать мешочек из шелка или из льна, который он пропитывал различными смолами, и вяжущими травами, ну, отварами вяжущих трав, для того, чтобы предотвращать данное заболевание. И параллельно происходило развитие в Англии, там был изобретен презерватив на основе кишки барана. Изобрел его придворный врач Карла II Кондом. Отсюда как бы в дальнейшем пошло его название. И в начале 20 века презервативы получили широкое распространение и остаются по сегодняшний день. Презервативы выпускались из многих материалов, но на сегодняшний день самые современные считаются латексные. Сегодня я расскажу о том, как правильно одевать презерватив и как этим пользоваться. Презерватив нужно одевать очень аккуратно и бережно. Итак, мы проверили срок годности, как он годный. Далее мы открываем презерватив со сребристой его стороны, сбоку. Здесь есть специально для этого места. Нельзя открывать презерватив ножницами, потому что можно его очень легко повредить. Открыв презерватив, мы его достаем изнутри. Нужно следить при одевании презерватива, чтобы он был направлен наружу, на наружной стороной. То есть, чтобы ободочек был снаружи. Одеватель презерватив одевается на полковой член. Спешить абсолютно некуда. Для того, чтобы внутри не остался воздух, необходимо сдавить, как мы видим, сверху пипетик. И далее не спеша презерватив одевается. Мы его одеваем на банан. Одевается на всю продолжительность. Далее, после использования, презерватив необходимо снять. После того, когда произойдет семяизвержение, презерватив увеличится в своем размере и будет более легко снимаемым. Поэтому при извлечении полового члена, его необходимо придерживать пальцы от основания. Затем в дальнейшем аккуратно взять, поддеть его и снять с полового органа. Завернуть салфеточку и утилизировать. Таким образом, вы обезопасите себя от инфекций, которые передаются по половым путям. В нашей традиционной рубрике «Материя медика» по философскому аспекте данной проблемы мы поговорим с членом Украинского Содружества психотерапевта, психологом Оксаной Зайцевой. Оксана Анатольевна, философство утверждает, что всеми поступками, как благородными, так и корыстными, или негративными, или грязными, движется сексуальное влечение. Как вы, как профессионал, относитесь к такой точке зрения? К точке зрения классического психоанализа, основным положением которого был Зигмунд Фрейд, и философия, которая относилась к нашей жизни, то, естественно, нашими поступками движет сексуальность. То есть движет то, что заложено природой, то, что в итоге всё равно возьмёт вверх над всем, что заложено на общество, моральными, установленными правилами. Это действительно так. Философия сегодняшней проблемы заключается в следующем. Сколько бы мы, доктора, не лечили заболеваний, передающихся полным путем, мы никогда не уменьшим количество болеющих фенитическими болезнями. Не разобравшись, что движет человек к человеку, который за неудержанным сексуальным влечением, теряя чувство самообладания и забывая об опасности заразиться даже неизлечимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, СПИД. Прокомментируйте, пожалуйста, данный тезис. Как правило, все проблемы, которые связаны уже с физическими заболеваниями, они имеют психологическую готовность человека заболеть тем или иным заболеваниям. И если подходить с точки зрения, как бы рассматривая в общем, а не в каких-то частных случаях, все-таки здесь очень индивидуально все, то готовность женщины, готовность человеком быть наказанным, дает вот это предрасположение к заболеваниям. То есть первичная не самая инфекция, которая попадает в организм человека, а первичная не готовность человека принимать эту инфекцию. Если человек психологически готов быть здоров, он будет здоров. А если он ждет расплаты и наказания за то, что он делает, а любая женщина, занимаясь проституцией, или мужчина, который ведет образ аморальный, хотя с позиции психолога это очень относительно, но будем следовать больше к медицинской точке зрения, общество, он все равно понимает, что он делает неправильно. То есть те установки, которые он получил в детстве, говорят о том, что так нельзя. А если так нельзя, ты будешь наказан. А один из способов получения наказания и расплаты за наказание – это заболевание. Во время подготовки программы ночью мы видели, как девушкам подкатывали дорогие автомобили. Чего не хватает взрослому состоявшемуся мужчине, который, я думаю, не испытывает проблем в жизни? Почему он отдает предпочтение не в ухаживании за женщиной, которая ему нравится, а спускается на самое дно и платит деньги? Неужели он получает то, что он хочет? Мужчины, которые приходят, это очень непросто. С одной стороны, ты пришел, оплатил, не нужно затрачиваться, да? То есть ты получил то, что ты хочешь. Это примитивный в общем ревертофорум. То есть у него какой-то комплекс? Какой-то комплекс неполноценности или как? Что это такое? Возможно, это комплекс неполноценности. Возможно, это Эдипов комплекс. Возможно, это комплексы ООН. То есть тут можно рассматривать ряд комплексов, которые приводят к такому поведению. Тут тоже мотивы абсолютно разные. Но, во-первых, возможно, это наказание неужели у меня женщины по таким способам? Я плачу, я могу делать все, что ты хочешь, ты не имеешь права сопротивляться. Это то, что будет безнаказанно. Это те женщины, за которыми ничего не стоит. На защиту которых не припевает ни общество, ни кто-то другой. Она может сказать свое мнение, что никто не считается. Когда мне проститут, как говорит, о том, что я подонок, это для меня не имеет значения. Я могу встать и уйти. Мне не нужно. И другое дело, если статусная женщина, которая знает себе цену, в том числе, за которой нужно ухаживать, для которой нужно добиваться каких-то высот, и тем самым подниматься к этой высоте самому, то, естественно, здесь ее мнение будет беспокоить, наверное, не только его окружающих. Скорее всего, это избегание вот тоже такого рода оценок и все, что с этим связано. Вторая точка предложения в нашей дискуссии это психология жицы в любви. Во время нашего вопроса они утвержденно говорили, что не болеют, и никогда не болели венерическими заболеваниями. Одна сказала, что они здоровее всех остальных женщин, хотя бы потому, что регулярно обследуются. Мы бесплатно, анонимно обследовали желающих и выяснили, что это не так. Большинство из них, к сожалению, имеют букет хронических и венерических заболеваний. С точки зрения женской психологии, что дает им уверенность в том, что они абсолютно здоровы? Они боятся признаться самим себе? Очень хорошая защитная реакция это регрессия возраста. То есть мы регрессируем и мы говорим о том, то есть это абсолютно детская реакция, да, я здоровее, чем ты, я лучше, чем ты, и так далее, и так далее. Во-вторых, очень страшно посмотреть правде в глаза, потому что, когда я узнаю, чем я действительно знаю, что я делаю, придется давать какую-то оценку самому себе, может быть, это диалог с самым собой. И поэтому вот исключение такого рода, то есть я ничем не болею, я здоровее всех здоровых, дает ей право как бы снова выходить и снова поступать. Потому что она сама себя убеждает о здоровом. В том числе, да. И мало того, это не только сама себя, как правило, эти женщины, они работают по 3-5 человек, то есть они общаются между собой. Это такая корпоративная поддержка друг к другу, это девиз. Тот, который дает право на существование, то есть дает свою правду какую-то, которая, опять же, снимает внутреннее напряжение, связанное с социальной оценкой в том числе. А о том, что они регулярно обследуются, я могу разочаровать очень многих сегодня мужчин, ваших зрителей, это абсолютно неправда. Как правило, эти женщины не обследуются никогда. или крайне-крайне-крайне редко, только тогда, когда нежелательная беременность, если такое случается. Ну, и вы как доктора это лучше объясните, да, с точки зрения психологии, мужчинам говорить о том, что из таких женщин выходят самые замечательные подруги, самые замечательные жены, и так далее, это тоже такая иллюзия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok